В юном хоккеисте все должно быть прекрасно. И коньки, и клюшка, и маска. Тем более, если этот юный хоккеист очень хочет стать настоящим профи. Полсотни таких амбициозных и талантливых из нескольких регионов России собрались в поселке Новоспаское Ульяновской области, чтобы пройти испытания летнего спортивного лагеря. Сейчас у нас пять кругов прокат, как вчера, помним, да? Только, ребят, вот мы вам ставим клюшки, да, уровень по высоте. Вот вы мимо нас проезжаете, приседаете, нагибаете. Десять дней напряженных тренировок. Но в роли тренеров не родные примелькавшиеся наставники, а звездные инструкторы, хоккеисты ведущих клубов КХЛ. Среди них нападающий Игорь Григоренко, обладатель Кубка Гагарина 2011 года. Это он придумал и со своими коллегами-хоккеистами-профессионалами реализовал проект летнего спортивного лагеря. Мы в том году нас приглашали сюда. Мы за ним, ну, как просто покатались, поиграли с детишками. И потом возникла такая идея, ну, собрать, так скажем, лагерь, которого у нас не было в детстве. Очень много людей в России не верили. Звонили с разных регионов, Сибири, с Урала. Говорят, а правда, что будет? То есть это, если честно, это впервые такое, что действующие игроки проводят. Ну, никто не верил. Думал, что мы просто обманываем. Но это не обман. Это реальность. Проект, не имеющий аналогов в России, примечательен тем, что воплощают его не где-нибудь в столице, а в самой, что ни на есть, российской глубинке. Вот только условия здесь, в поселке Новоспадской Ульяновской области, не хуже, чем в большом городе. У нас есть физкультурно-оздоровительный комплекс, у нас есть ледовый дворец. Без такого, конечно, масштаба, который сегодня здесь существует, наверное, проект бы не смог бы жить. Никакой финансовой компенсации. Все исключительно на добровольных отношениях. Только на таких условиях работают в лагере «Звезды КХЛ». Вместе с Григоренко в Ульяновскую область приехали Дмитрий Макаров из Славата Юлаева и Владимир Жарков из ЦСКА. Жарков вообще прибыл на этот сбор на костылях. Незадолго до поездки получил травму ноги, но отказаться от визита не смог. Да нет, какой подвиг. Я просто мне позвонили. Как бы сначала была одна тенденция, что я приеду тут и на лед, и в зал, и везде буду. Но сейчас я как приехал, наверное, больше как такой. Просто человек, который ходит и смотрит, как все правильно выполняется. То есть чисто так, по-дружески. А вот с детей «Звезды КХЛ» на тренировках дерут три шкуры и работают по суворовскому принципу. Тяжело в учении, легко в бою. Само это учение предполагает два занятия в день. Одно на льду, другое на открытой площадке. Детям дают упражнения на развитие игрового мышления, на развитие физической подготовленности, на развитие коньковой подготовленности. Мне очень нравится с ними работать. Ведь первый раз такое. Я не знаю, когда может ли быть еще раз такое событие. Вот. И я хочу выложиться на этих сборах по максимуму. Еще раз такое обязательно будет. Авторы проекта утверждают, что этот летний спортивный лагерь получит статус традиционного. Не исключено, что идея Игоря Григоренко станет заразительной. Его примеру последуют другие звезды КХЛ. Михаил Сашанский, Андрей Полянский, Чемпион ТВ.